Два года невыносимой боли, масса лекарственных препаратов и тяжелые последствия для здоровья. Все это в результате медицинской халатности. В Белгородской области проводится служебная проверка в больнице, где, предположительно, во время операции хирурги оставили метровый кусок марли в теле пациентки. Причем выяснилось все не сразу. Подробности в репортаже Руслана Бегбулатова. Разворачивая марлевую ткань, Юлия Хаустова сама не может поверить. Эта салфетка метр в длину находилась в ее теле почти два года. Все это время она была причиной невыносимой боли. Два года вычеркнуть их вообще из жизни. То есть это стрессы, ты все время ходишь в больницу с утра до вечера, сдаешь какие-то анализы. Тебя мучает боль, дискомфорт постоянный. От мучений женщину избавили в одной из клиник Воронежа. Результаты операции по удалению кисты удивили как врачей, так и саму пациентку. Диагноз, указанный в документах при выписке, инородное тело малого таза. Руководство Воронежской больницы этот факт подтверждает, но от официального комментария воздерживается. Очнулась, мне сказали, что никакой кисты у вас не было, была бы смольшущая салфетка. Я сначала вздохнула с облегчением, потому что два года, я не знала, от чего мне лечиться. А в итоге, а потом я была в шоке, я думаю, я два года, непонятно, что делала. У меня такой нервный стресс был, а оказалось просто кто-то забыл салфетку, метровую салфетку. В преступной халатности Юля обвиняет медика в Старо-Оскольской городской больнице номер 2. В январе 2015-го женщину доставили сюда на скорой помощи. В гинекологическом отделении ей провели экстренную операцию. Именно во время нее, уверена Юля, доктора и забыли ту салфетку. Это было первое в ее жизни хирургическое вмешательство. Через шесть дней пациентку отпустили домой, как написано в документах, с улучшениями. После операции пациентка чувствовала себя только хуже. Почти год Юля находилась под наблюдением. Медики долго не могли понять истинную причину постоянной боли. В итоге врачи поставили диагноз кистозное образование больших размеров. Юля опять оказалась на операционном столе, но уже в другой больнице. Однако во время второй по счету операции медики не заметили в теле женщины ранее оставленную салфетку. Медики Старого Оскола на снимках УЗИ видели странное образование в организме. Но после вмешательства оно никуда не исчезло. Когда наконец причина долгих болей была обнаружена, Юлия пыталась поговорить с докторами второй городской больницы. По ее словам, медики от общения отказались. Тогда их пациентка обратилась в правоохранительные органы и в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб. Если говорить о том, что мы должны принести извинения, мы их обязательно принесем. Но по результатам служебных проверок департамента она в скором времени будет закончена. И поверьте, если будет установлена малейшая дина, скажем так, наших сотрудников, то будут соответствующие меры. Но пока с выводами в самой больнице все же не спешат. Каким образом салфетка оказалась в теле женщины, сейчас выясняют и сотрудники областного департамента здравоохранения, и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Впрочем, руководство больницы соглашается. Случай вопиющий. И если он подтвердится, ответственность понесет вся операционная бригада. Счет салфеток в обязательном порядке. И операционная операция не заканчивается до тех пор, пока не удостоверится операдирующая бригада в том, что счет салфеток и материал инструментария сошелся. За два года здоровье Юлии было серьезно подорвано. Ей поставили новый диагноз – мощный спаечный процесс. Ее сумочка больше напоминает аптечку. Необходимо постоянно принимать лекарственные препараты. Пожизненно соблюдать строгую диету. И главное, медики категорически запрещают Юлии рожать. Руслан Бекбулатов, Антон Ефремов, Василий Филаретов. Первый канал. Белгородская область.